Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Виталий Соколов. И сегодня мы осмотрим очередной интересный игровой движок для создания игр разных жанров под различные платформы. А перед тем как мы начнем, не забудь поставить палец вверх под видео, подписаться на канал и написать комментарий, это важно для продвижения видео. Godo Engine это открытый кроссплатформенный 2D и 3D игровой движок под лицензией MIT, который разрабатывается сообществом Godo Engine Community. Данная лицензия позволяет использовать данный движок не ограниченно под любые требования, изменять его и делать с ним все что пожелаете. Программисты Хуан Линецкий и Ариал Манзур начали разработку движка еще в 2007 году. И через некоторое время он уже использовался как закрытый программный продукт в некоторых компаниях. В феврале 2014 года разработчики приняли решение сделать технологию открытой и выложили исходники движка под лицензией MIT на GitHub под названием Godo. Написана данная среда разработки на C++ и C. Среда разработчика работает под Linux, OSX, Windows, BSD и Haiku. И может экспортировать игровые проекты на персональные компьютеры, консоли, мобильные и веб-платформы. Текущая поддержка платформ включает Windows и UVP OS, Mac OS, Linux, BSD, Android, iOS и HTML5 для браузеров. Также можно производить экспорт на другие платформы вручную через компилирование движка для SDK целевой платформы. Общая архитектура движка построена вокруг концепции дерева и наследуемых сцен. Каждый элемент цены или нода в любой момент сам может стать полноценной ценой. Поэтому при разработке можно легко изменять полностью всю архитектуру проекта, расширять ее элементы в любую сторону и работать с комплексными сценами на уровне простых абстракций. Все игровые ресурсы от скриптов до графических ассетов и игровых сцен хранятся в папке проекта, как обычные файлы, и не являются частью сложной базы данных проекта. Ресурсы, которые не представляют собой комплексных данных, хранятся в простых текстовых форматах. Например, скрипты и сцены, в отличие от моделей и текстур. Эти решения позволяют значительно упростить разным командам разработчиков работу с системами управления версий. Игра создается с использованием собственного высокоуровневого динамического типизированного скриптового языка программирования под названием JDScript, синтаксис которого отдаленно напоминает язык Python. Отличием от Python является в первую очередь обязательное определение области видимости переменной через ключевое слово VAR и оптимизация языка под нужды системы сцен и узлов движка. Есть возможность использовать скриптинг на C++, D, RAS и другие языки через систему JD Native. JD Native это надстройка под любой язык программирования. С ее помощью можно программировать на тех языках программирования, которые наиболее удобны пользователям. Например, на GitHub есть исходные коды библиотеки для работы на языке Object Pascal внутри среды Godot. Также существует версия Godot с поддержкой языка C Sharp. Называется она Godot Engine Mono Version. На данный момент этот движок поддерживает наибольшее количество языков программирования внутри себя по сравнению с конкурентами. Также доступно визуальное программирование, визуальный скриптинг, аналогично Blueprints в Unreal Engine. За время существования этого движка на нем написан ряд игр, но больших проектов с большой популярностью на нем пока не создано. Но небольшую видеонарезку игр, созданных на данном движке, я и предлагаю посмотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Года имеет визуальный редактор для работы со сценами, объектами, программированием и всеми аспектами создания игры в реальном времени. Интерфейс движка поддерживает огромное количество языков, это очень сильно выделяет данный движок на фоне остальных. Графическая система для всех поддерживаемых платформ построена на OpenGL ES 3.0. Для создания шейдеров используется упрощенный шейдерный язык, который является близким подмножеством языка GLSL. Годо имеет отдельную графическую подсистему для 2D, а не симуляцию 2D через 3D, как это сделано в Unity и Unreal. Благодаря этому 2D может использоваться независимо от 3D в движке. Это позволяет значительно снизить нагрузку на компьютер при работе двумерных игр. Этой возможности нет у многих популярных 3D-движков. Движок поддерживает следующие форматы файлов. BMP, DirectDraft, Surface, OpenEXR, RGB Image формат, форматы обмена файлами JPG, PNG, TGA, SVG, VEPP, WAVE, WORBISOGG, GLTF, FB, KALADA и OBJ. На сайте движка имеется библиотека ассетов. Физический движок для 2D и 3D разработан с нуля и очень хорошо оптимизирован. Реализованы возможности рейкастинга, обнаружения столкновений, динамики твердых тел и соединений между ними. Кинематический контроллер персонажа и транспортных средств. Помимо этого имеются такие возможности, как многопоточность, скрипты работают в параллельных потоках и сами могут их создавать. Система плагинов. Плагин может быть написан на C++ или JDScript. Occlusion Culling и система порталов. Отсечение невидимых объектов на сцене. Render Targets. Рендеринг изображения из камеры в текстуру. Уровни детализации мешей, что уменьшает нагрузку на видеочип. Light Backing. Смешивание статического, глобального и динамического прямого освещения. Визуальный редактор шейдеров. Программа шейдера может быть создана в визуальном редакторе графов. Навигационная сетка для построения путей на базе поля гональных мешей. Алгоритм поиска А со звездочкой. Это быстрый алгоритм для построения путей в простых матричных сетках. Текстурный атлас. Может значительно снизить нагрузку на видеопамять на мобильных устройствах. Поддержка видеокодека Teora. Видео можно выводить в текстуру. Аудиосистема поддерживает кодеки OGG Warbis и Wave. OGG Warbis для потокового аудио и Wave для аудиосэмплов. Система ввода поддерживает клавиатуру, мышку, геймпад и сенсорные экраны. Разные устройства могут быть назначены на абстрактные действия. И оно будет рассматриваться независимо от использованного метода ввода. Конвейер импорта, экспорта, компрессии и текстур. Гибкая система работы с сассетами и автоконвертирование в необходимые форматы. Конвейер импорта целостных 3D сцен. Например, из Blender можно импортировать сцену вместе с освещением, камерами, мешами, столкновениями, порталами и анимированными персонажами. Довольно быстрый компилятор, позволяющий не тратить много времени на ожидание компиляции проекта. Исходный код открыт для доработки и модификации, а также исправления багов. Работает даже на весьма слабых компьютерах за счет низких системных требований. Есть визуальный редактор анимации, тайлы, инстансинг и так далее. Экспортировать проект можно практически под любую платформу. Правда, на некоторые платформы это делать довольно затруднительно. Весит движок всего лишь порядка 50 мегабайт. Что для такого мощного инструмента просто крошечный размер. Это подходит для слабых компьютеров с маленьким жестким диском. Но из-за такого маленького размера игрового движка, большую часть каких-то библиотек вам придется ставить отдельно. Например, для создания игр под Android вам придется вручную устанавливать Android SDK и NDK. И поэтому нужны определенные знания подключения и установки данных библиотек. Года работает довольно быстро и игры созданные на нем имеют хорошую оптимизацию. Но помимо целого ряда плюсов, которые мы с вами рассмотрели, есть конечно же и минусы, которые обойти стороной нельзя. Документация движка доступна на многих языках, но она недостаточно обширна и не является очень углубленной. Поэтому новичкам не во всех аспектах можно будет легко разобраться. Такие вещи, как управление памятью, шейдерами, ресурсами и подобное делаются не движком автоматически, а самим пользователем. С одной стороны, это заставит вас больше работать над своим проектом, но с другой стороны, это сделает более оптимизированным и более гибким сам проект. Также движок еще является довольно молодым и сырым проектом, поэтому баги здесь встречаются очень даже нередко. Правда, если вы обнаружите какой-то баг и напишите про это, то исправляются эти баги довольно-таки быстро. Подводя итог, я могу сказать, что данный игровой движок еще довольно сыроват для мощных и больших проектов, что показывает и рынок созданных на данном движке игровых продуктов. Но при желании их все же можно делать на нем. Этот движок один из лучших для создания 2D игр в плане оптимизации и скорости разработок. Имеет отличную оптимизацию, а также года может использоваться как начальный игровой движок, с которого вы начинаете создавать игры. Огромным достоинством является возможность программировать практически на любом удобном для вас языке программировании. Такой возможности просто нет в других игровых движках. И самый весомый аргумент в пользу использования данного движка – это полная бесплатность навсегда, даже для коммерческих проектов. А также полностью открытые исходные коды движка, которые можно использовать как для обучения в программировании, так и для исправления багов и доработки и расширения возможностей движка. На этом у меня все. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить палец вверх под видео. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. С вами был Виталий Соколов. Удачи всем в создании ваших игр. Третьимся с вами в новых видео.